В системе вообще наплевать на вас и на все население. Система давно сама себя выбирает. Государство платит людям ровно столько, чтобы они, с одной стороны, не очень сильно голодали, а с другой стороны, не поднимали восстание. Несмотря на то, что система тотального контроля уже выстроена, людей в России все еще не сломали. Много? Насколько у нас бизнес? 99% в целом российских бизнесменов работают в той или иной степени нелегально. Внимание, 99% их государство приучило так работать. Потому что недавно был в Москве митинг. У меня сыну одному из сыновей 18 лет. Он поехал, разрешенный митинг, он поехал к своим друзьям. Друзья, поехали на митинг. Даже молодые люди боятся. Вы о чем? Они отказались. Нет, мы не поедем, а вдруг там аресты будут. Парням по 18-20 лет, я вам честно скажу. Вот если отделить олигархов и людей, которые, скажем так, распределяют бюджет Российской Федерации, региональные бюджеты в соответствии со своим пониманием того, как эти деньги должны распределяться, то по мне, по мне, тот бизнесмен, который платит хоть какие-то налоги, я среди них уродов не видел. Все население не проснется никогда, и в этом нет никакой необходимости. Даже если простые люди будут голодать, они все равно будут находиться в ступоре, в страхе, и протестовать не будут. Спрашивать чиновника за результат. Чиновник, иди сюда, почему яма? Чиновник, иди сюда, почему подъезд не покрашен? Чиновник, иди сюда, что там в школе у тебя происходит? Добрый день, друзья. Затянул я с обработкой этого интервью. Почти три недели оно лежало у меня на столе. Владимир Туров, эксперт в области бизнеса и налогов, консультант. Я решил с ним поговорить, чтобы узнать, во-первых, как бизнес-сообщество в целом смотрит на происходящее в стране, потому что он общается с очень большим числом бизнесменов. Во-вторых, такие люди, как Туров, крайне полезны как эксперты. На своем канале он почти каждый день анализирует толстенные пачки новых законов. Естественно, я ни юрист, ни экономист, и мне такое не под силу. И обсудить законы с таким человеком куда ценнее, чем доверяться пересказам журналистов. С ним можно спорить по многим моментам, но для начала нужно научиться слышать собеседника. Понимаю, что для многих это окажется слишком тяжело, но все же надеюсь, что вам понравится. Это первая часть и будет еще вторая. Приятного просмотра. Пусть Павел ведет, он главный. Хорошо? Добрый день, Владимир. Приветствую, Паша, приветствую. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня необычный формат. Я в гостях у Владимира Турова, известного юриста, предпринимателя, консультанта, эксперта по налогам. Для моей аудитории это очень необычное интервью, потому что обычно в целом у нас в обществе отношение к бизнесу очень сложное, мягко скажем. Ну как воспитали, так и относимся. Да, то есть в основном к бизнесу относятся как к чему-то жуликоватому, как к каким-то хапугам и так далее. И получается, что активные люди, предприниматели, которые в самом деле создают ценность, их не учитывают. И люди даже не представляют, насколько сложно сейчас приходится предпринимателям. А ведь эти люди, которые могут реально на что-то повлиять. Вот и сегодня я к вам пришел в надежде услышать не только ваше личное мнение, но и мнение тех бизнесменов, того бизнес-общества, которое я вас попрошу сегодня представить. С удовольствием. Коллеги, добрый день. Я с вами поздоровался, с вами не поздоровался. И обратите внимание, мы трансляцию, здесь вот две переговорки рядом, там кабинет, там специальная съемочная. Но мы решили сегодня, была моя идея, сделать эту трансляцию не съемочной, а из зала продаж. Там у меня маркетологи, юристы с той стороны. Ну, чтобы так живенько было, и чтобы вы понимали, что это реальный рабочий процесс. Я с удовольствием. Сколько времени у нас есть, только по 100 причин, когда я посмотрел, Паш, какие вопросы ты прислал. Честно говоря, по каждому вопросу можно говорить часами, часами, часами и часами. Они настолько масштабные, что реально можно говорить часами. Я понимаю, Владимир, я полагаю, около полутора часов мы отнимем у зрителей. А там как пойдет. Значит, предлагаю начать с первого вопроса. С удовольствием. По мнению Михаила Делягина, западные санкции, пресловутые, наносят лишь примерно 10% негативного влияния на нашу экономику. Тогда как все остальное негативное влияние – это действия нашего федерального правительства. Согласны ли вы с этим? И какие конкретные действия наиболее болезненны для бизнеса? С удовольствием отвечу на этот вопрос. Ребят, смотрите, эти вопросы я получил заранее. Потому что вопросы действительно широкомасштабные. И я себе честно вам скажу, набросал некоторые тезисы еще позавчера в ответ на эти вопросы. Поэтому я иногда буду смотреть тезисы, иногда тезисы смотреть не буду. Но так для того, чтобы поменьше было воды, я все-таки тезисы себе набросал. Паш, смотри. Вообще, если взять любую семью, например, семью. Если в семье возникают проблемы или в группе друзей возникают проблемы, и в этой группе друзей причины этих проблем начнут искать на стороне, они иногда бывают на стороне. Но если все время в этой группе друзей причины будут искать на стороне, там мира в этой группе друзей не будет никогда. И в семье мира не будет никогда. То есть правительство виновата в том, что я ругаюсь с женой. Партия виновата в том, что жена там еще что-то. соседка виновата в том, а может быть всем нам к зеркалу подойти и сказать привет. Поэтому я по большому счету, во-первых, я с Делягиным согласен, что 10% только наших проблем из-за внешних санкций. А я бы даже сказал 100% наших проблем из-за внешних санкций. Потому что давайте скажем... Не из-за внешних санкций. Да, 100% наших проблем не из-за... Из-за внутренних причин. Из-за внутренних причин. Давайте отмотаем немножко назад. В 1994 год. Давайте посмотрим межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Российская Федерация гарантировала, гарантировала на одну секундочку, территориальную целостность Украины. Давайте посмотрим на ряд других наших действий, которые повлекли за собой все эти санкции. Ведь, знаете, абсолютно... Мы найдем с вами огромное количество людей, которые с пеной у рта будут доказывать, что отжать у соседки жену это нормально. Отжать у соседа кусок земли это абсолютно нормально. Если сосед отвернулся, то вытащить из его кармана портмоне это абсолютно нормально. Не вопрос. Если кто-то придерживается такой звериной логики, я его поздравляю. А дальше, дальше... Я открою свои заметки и по ним пройдусь. Смотрите, что мы на сегодняшний день имеем. Сейчас перед съемками час назад обедал, включаю телевизор. Государство объявило депутата Государственной Думы. Приняли сегодня федеральный закон о понижении налога на добавленную стоимость, на фрукты там и так далее, ягода. Казалось бы, хорошая новость. Да нет, это ужасная новость. Потому что, опять же, если в вашей семье правила игры меняются 365 раз в год, а они у нас меняются не 365 раз в год, они у нас меняются больше намного, Путин подписывает намного больше федеральных законов, да у вас крыша поедет, вы не успеваете за этими правилами следить, не говоря уже о том, что отсутствует полное однообразие, отсутствует полностью государственная политика в области экономики, отсутствует полностью государственная политика в области занятости населения и отношения к населению. По каким принципам? Одним НДС повышают, налог на добавленную стоимость, другим снижают. С какого перепуга решили с нового 2020 года, сначала у них была идея до 36% повысить страховые взносы, на 6% еще, потом они передумали, решили повысить на те же 6% налог на доходы физических лиц, и что он с нового года, законопроект находится в Госдуме, будет не 13%, а 19%. У нас профицит бюджета больше 2 триллионов рублей, то есть в федеральном бюджете в прошлом году было 2 триллиона лишних денег, в этом году... И неиспользованные остатки 12,5 триллионов. Абсолютно верно. И еще огромное количество всяких вещей. Зачем налоги или повышать, или... А в чем и заключается вот идея полного, тотального, абсолютного контроля? Из последнего. Вчера в Госдуму подан законопроект, в соответствии с которым теперь ты и я, они и все остальные, прежде чем пользоваться электронной почтой, мы должны будем пройти идентификацию и аутентификацию себя как личности. Опять сенатор клиша. А после этого государство будет иметь право фильтровать твою электронную почту и не пропускать те письма, которые государство посчитает недостаточно корректными, а также государство получает право блокировать чертовой матери твою электронную почту. Это лишь единичный пример. Мы можем пройти ко мне в кабинет, я тебе покажу пачки нормативной базы, имеющей прямое отношение к тотальному контролю. Как в этих условиях может развиваться бизнес? Как в этих условиях молодые люди типа тебя могут творить? Вы же ходите в полураздавленном состоянии и в страхе. Тут недавно был в Москве митинг, у меня сын одному из сыновей 18 лет, он поехал, разрешенный митинг, он поехал к своим друзьям, друзья, поехали на митинг. Даже молодые люди боятся, вы о чем? Они отказались, нет, мы не поедем, а вдруг там аресты будут. Парням по 18-20 лет. Ну, пропаганда работает. Вот на днях у президента одобрил дополнительные расходы бюджета, не помню, по-моему, 3 миллиарда выделят дополнительно для наших средств массовой информации из бюджета на этот год. Конечно, и пропаганда работает, и тотальный контроль работает, отсутствие банковской системы как таковой работает, отсутствие как таковой правоохранительной системы. А если бизнесмен хочет обратиться за помощью правоохранительных органов, вы в курсе, что там есть прайс-лист? Если бизнесмен хочет обратиться... Вот поподробнее можно об этом? Что за прайс-лист? Да. Очень просто. Обойдите, я не знаю, за всю страну, за всю страну не знаю, но я знаю точно, что когда вас, бизнесмен, кто-то предусняет, или вас, бизнесмены, обокрали, или с вами, бизнесменом, еще что-то происходит, то вам, бизнесмену, бесплатно помогать никто не будет. Там есть соответствующие прайс-листы на помощь. А также есть соответствующие прайс-листы на то, чтобы воздействовать, я говорю аккуратно, на то, чтобы воздействовать в той или иной степени на конкурента. И в зависимости от степени воздействия, которое ты хочешь на конкурента оказать, выкатывается соответствующая цифра. То есть это практически общедоступная информация? Я не знаю по поводу общедоступности, я не знаю по поводу повсеместности, я знаю, что я с этим сталкиваюсь на каждом шагу, общаясь и работая с нашими российскими бизнесменами. Судебную систему возьмите. Как это так? 0,3% оправдательных приговоров. Это что у нас за обвинительный уклон такой? И вот в этих условиях, понимаете, это очень долго можно перечислять. Нужно лишь не забывать вот о чем. Что если кто-то думает, что в Америке, в Дании, или в Европе, или в Японии лучше с точки зрения вот этого пресса и контроля, он сильно ошибается. Слетайте в США, поживите в американских семьях, я жил, посмотрите, как они работают, слетайте в Японию, где больше 70%, японцам не имеют своего личного жилья, посмотрите, как они работают. Разница между нами и ими заключается в том, что у них не менее идиотское законодательство, но их сломали уже настолько, что они даже вот так не разговаривают. Система отлажена. А вторая разница, это идиотское законодательство, там выполняют почти все, то есть это идиотское законодательство, его выполняют и менты, и судьи, и президент. Но как бы там ни было, до тех пор, ключевая вещь, которую я сейчас хочу донести до каждого зрителя, до каждого слушателя, ребята, до тех пор, пока мы будем искать причины наших проблем за пределами нашей квартиры, за пределами нашего офиса, или за пределами нашей страны, мы не сможем решить эти проблемы. Не украинцы виноваты в том, что у нас присутствуют, аккуратно скажу, опять же, некоторые сложности, понимаете, на международном рынке, и то, что против нас санкции вводят. И не Грузия здесь виновата. Внезапно, Владимир, вы напомнили мне коммунистическую идею создания нового человека, более гуманного, возвышенного и так далее. Но коммунизму это не удалось. Да. А это и никому не удастся на 100% в идеале. Но кто, как не государство, должно транслировать доброе, вечное и светлое? Вы понимаете? А что, когда вы включаете любые новостные программы? В нашей стране нет хороших новостей? В нашей стране нет хороших примеров? Почему все время убили, сожгли, разрушили? Хорошо. Чтобы люди не ходили на... Хорошо. Я согласен, если журналисты будут давать и будут какие-то отрицательные даже новости, и будут акцентировать наше внимание на каких-то отрицательных новостях, но пусть хоть кто-то после этого дает хоть какие-то решения. Вы же поймите, поймите этот механизм работы разума. На противостояние, на насилие, на секс, на большие деньги, на большие имена, на скандалы, на всю эту чернуху, грязнуху, и люди реагируют. Они как раз это смотрят. Вау, там поскандалили, там, артистка ушла от мужа, там, значит, чиновник украл, очередной полковник украл очередные 12 миллиардов наличными, и люди к этому прилипают. Только давайте зададимся одним честным вопросом. А все это дерьмо, оно вашу жизнь улучшает или нет? С вашим посылом полностью согласен. У нас полностью отсутствует государственная политика не по созданию духовных скреп, не по тому, как заставить детишек в школах переодеться в военную форму и маршировать. Я сам профессиональный военный, но я против этого. У нас отсутствует государственная политика, когда вы со всех телеэкранов, со всех дыр нам каждый день обещали честно жить можно. Можно не воровать. Налоги платить можно и нужно, потому что если уж на то пошло, если мы не берем классическую систему налогообложения, и то там полстраны освобождено от налога на добавленную стоимость, а если берем упрощенку, вмененку, налог на профессиональный доход или самозанятый, там налоги от нуля до 6%, ну дорогие мои, ну хватит уже, если ты пошел хоть в какую-то коммерческую деятельность, ну не навлей, пацан, ну 600% отдай, потому что те страховые, которые ты платишь, фиксированный срок тысяч, они идут в зачет этих 6% в соответствии со статьей 346.21, а у нас развращено в этой части, я сейчас скажу, в чем разврат, не только население, но и микробизнес развращен, и у каждого 320 оправданий и воплей, почему он не должен отдавать эти копейки этим уродом и так далее, послушай, братишка, к зеркалу подойди и до тех пор, пока ты не взял на себя хотя бы микроскопическую ответственность в виде этих никчемных 6% паяльник закрой и не открывай его больше. И тебе разрешим говорить тогда, когда ты начнешь хоть что-то в этой стране оплачивать и хоть за что-то в этой стране отвечать. Владимир, фактически... А я тебе сейчас поясню, почему я так жестко начал говорить. Потому что лично меня за последнее время, я последнее время дал много интервью, я вначале пытался подыгрывать, слышишь, а потом достало. Потом достало. Почему вот эти пацаны, сидящие за моей спиной, могут работать на 100% легально? Заработная плата вся у них легальна, из заработной платы каждого я отдаю 43% в бюджет, а другие не могут. А что у нас за система такая? Одни как... У одних белая кровь, а у других не сильно белая должна быть, да? Не, дорогие мои. Чуть-чуть. Потому что ценить ты начинаешь хоть что-то. А я ценю Россию. Я не люблю власть. Власть лжива в нашей стране. Я считаю, что в нашей стране власть придала интересы России. Я считаю, что в нашей стране государством управляют группы с особыми интересами, с особым влиянием из таких. И они учитывают только свои собственные интересы. И я не путаю нашу власть и мою любимую страну. Я не хочу отсюда уезжать. И порядок в этой стране будет тогда, считайте, это проповедью моей, когда каждый из нас возьмет на себя хотя бы микроскопическую ответственность. Хоть в чем-то. Извините за эту жесткость, ребята. Но это так. Поддерживаю полностью. И все-таки хочется уточнить. Вы многих консультируете, со многими общаетесь. Опять же... Тысячи бизнесменов проходят через наши организации. По вашему ощущению, каков процент настоящих предпринимателей, людей, которые работают, и людей, о которых вы сейчас говорили, которые хотят урвать кусок то, что плохо лежит, мутные схемы... Я вам честно скажу. Я вам честно скажу. Вот если отделить олигархов и людей, которые, скажем так, распределяют бюджет Российской Федерации и региональные бюджеты в соответствии со своим пониманием того, как эти деньги должны распределяться, то по мне, по мне, тот бизнесмен, который платит хоть какие-то налоги, я среди них уродов не видел. Многие, если мы говорим о классической системе налогообложения, не об упрощенке, не обмененке, там копеечные налоги, не о патентах, не о налоге на профессиональный доход, а о классике, где НДС 20% страховые 20%, НДФЛ 13%, налог на прибыль 20%, дальше акцизы, дальше пошлины, дальше налог на имущество, дальше автотранспортный налог, дальше налог за систему Платон, дальше экологический сбор, дальше утилизационный сбор, дальше, и когда все это вычитаешь, что ты просто нищий, вот за исключением вот этой вот прослойки, вот этой вот прослойки, остальные могут позволить себе вообще в легкую платить налоги. Даже компании на классике с нашей помощью могут себе позволить платить налоги. И у меня не поворачивается рука обвинять компании на классике, когда они даже занимаются там нехорошими делами в плане обналы или еще чего. Нет, это понятно. Есть люди, которые не могут, а есть те, которые принципиально не хотят. Я таким в лоб говорю, ровно... Их много, насколько у нас бизнес... 99% в целом российских бизнесменов работают в той или иной степени нелегально. А те, которые это хотят? 99% их государство приучило так работать, потому что, когда я проводил подобные опросы в 2004-2005 году, половина все-таки из них не нарушали уголовный кодекс и работали в той или иной степени нелегально. Но когда я аналогичные опросы, очередь меня проходит через мои семинары тысячи российских бизнесменов, проводил в 2010-2012 году, только 10-15% пытались работать легально. С 2017 года эта цифра не превышает 1%. Существует прямо пропорциональная зависимость. Чем больше государство давит, тем больше они уходят в тень. И еще вам дам одну цифру. За последние полтора года с прошлых выборов примерно с сейчас скажу с марта прошлого года я просил лично путем поднятия рук около трех тысяч российских бизнесменов и топ-менеджеров. Я просил ответить на мой один простой вопрос. Доверяете ли вы действию правительства в целом и доверяете ли вы и верите ли вы в то, что правительство сможет улучшить ваше экономическое положение и в целом исправить то есть среди бизнесменов вопрос. Среди бизнесменов да. Среди бизнесменов топ-менеджеров потому что там главбухи присутствовали финансовые, директоральные, юристы. Только три человека из трех тысяч подняли руки. Один был в Владивостоке, это было в июле прошлого года. Один был в декабре прошлого года в Москве. Я почему их запомнил? Потому что было только трое. Да, вы даже запомнили. А их было только трое. И один был в Санкт-Петербурге месяц назад. Одна десятая процента. Три человека из трех тысяч подняли руки и сказали, что они доверяют действию власти. Присутствует тотальное недоверие. И в интернете, если мы посмотрим, под любым абсолютно роликом вы видели хоть раз какие-то умиротворенные отзывы, защищающие и поддерживающие за последние полтора года наши власти. Да там мат сплошной. В подтверждение ваших слов еще два примера от того же Михаила Делягина. Он говорит, что за последние пару лет во-первых, в банке стало настолько бессмысленно идти за запретительных как это называется не залог, а обеспечения. Да, обеспечение процента. Что бизнесменам пришлось идти к криминалитету и общаки просто криминальные все опустили. Во-вторых, ну, то есть государство в самом деле толкает людей на совершенно не ту жизнь, которая должна быть. Мне очень жаль констатировать это, но государство платит людям и напрямую учителя, врачи и так далее, и посредством создания не очень хорошей экономической ситуации. Так вот, это же государство создает экономическую ситуацию, не мы с вами. Государство платит людям ровно столько, чтобы они с одной стороны не очень сильно голодали, а с другой стороны не поднимали восстания. Вот это вот пограничное состояние нужно платить столько, чтобы с одной стороны не голодали, с другой стороны не поднимали восстания, и чтобы при этом у них не хватило ни сил, ни энергии думать о чем бы то ни было еще, кроме как дожить до следующей заработной платы. И не мир бизнеса установил, поверьте мне, эти правила. У мира бизнеса последние пару лет ситуация у того, кто действительно пытается заработать копейку, пытается заработать копейку. Ситуация жопная, поверьте мне, эти вопросы тоже проводил. Минимум 30%, минимум на самом деле больше 30% российских бизнесменов серьезно подумывают, реальных бизнесменов, серьезно подумывают о том, чтобы закрыть свое дело, потому что они в состоянии выжить. Целые сети закрываются. Да, целые сети закрываются. Это происходит на каждом шагу. Инвестиции сказали Российской Федерации всем успехов, потому что у нас присутствует практически запретительный барьер на инвестиции. Ведь что такое бизнес, понимаете? И что такое мощная процветающая нация? На чем это все строится? Это строится прежде всего на доверии. Доверяют люди стране, а они вводят сюда деньги и открывают здесь предприятия. Не доверяют, не вводят. Доверяют, открывают новые предприятия. Есть уверенность в будущем, человек строит что-то, а когда в год подписывается больше 550 только федеральных законов, а ежедневно нашу нормативную базу, относящуюся к бизнесу, в виде нормативных актов, у нас в день появляется по 30-60 новых нормативно-правых актов. Я занимаюсь этим профессионально, я не успеваю все это изучать, понимаете? как можно в этих условиях хоть что-то построить? И тем не менее, из раза в раз отмечал и буду отмечать, несмотря на то, что система тотального контроля уже выстроена, людей в России все еще не сломали. Будет совсем жопа, когда таких, как вы, и таких ребят, которые нас смотрят, сломают, вот тогда будет совсем жопа и заставят соблюдать эти диктаторские законы. Вот тогда будет совсем тяжко. По мнению профессора Соловья, чиновники конкретно ждут какой-то ответной реакции. Смотрите, ребят, я вам сейчас дам более-менее в виде своего мнения более-менее точные цифры. Все население не проснется никогда и в этом нет никакой необходимости. Даже если простые люди будут голодать, они все равно будут находиться в ступоре, в страхе и протестовать не будут. Революции 17-го года не произойдет, у нас для этого нет ни единой причины, я готов на этот счет математическим путем доказать и прочитать целую лекцию. В этом нет никакой необходимости. По моему мнению, тех людей, кто способен без розовых очков видеть, что на самом деле происходит, их не больше 20% взрослого населения, то есть, если у нас детишек и школьников 39 миллионов глубоких пенсионеров, там пенсионеров около 40 миллионов, глубоких пенсионеров убираем, старшеклассников убираем, потому что они тоже могут видеть. Берем, что у нас осознающая часть населения, это 100 миллионов человек, то есть, людей, которые способны наблюдать и делать выводы, не больше 20 миллионов, по моему мнению. Также по моему мнению... Честно говоря, мне кажется, это многовато. Слушайте дальше. Также по моему мнению, они видят, но все, на что они способны, это комментарии писать в интернете и возмущаться в интернете. Там, мне какую-то гадость писать, приехал бы сюда, скажи мне прямо, посидим, поговорим. Вот. Дальше. Не больше 7% от этих 100 миллионов, да, это те люди, которые потенциально готовы протестовать, но они размазаны по всей территории страны. А тех, кто на самом деле готов выходить на улицу, преодолев свой животный страх, по моему мнению, их на сегодняшний день по стране не более миллиона. Но вот, что интересно, именно этот миллион, особенно, если к этому миллиону присоединятся чиновники в высоких кабинетах и произведет соответствующий перемен. Просто сейчас, сейчас, к этому миллиону еще в открытую не присоединились чиновники и некоторые олигархи. Они уже готовы, они уже знают, к чему все идет, но по каким-то причинам боятся, потому что страной управляют свои слова. Но ведь, опять же, совершенно не факт, что те люди, которые присоединятся и возглавят эту ситуацию, что они будут потом работать, опять же, на наш народ, на нашу страну. А для, все, что нужно сделать для того, чтобы люди работали на наш народ и на нашу страну, это чтобы этот миллион все время требовал от них работать на нашу страну. Сама по себе власть, сама по себе власть, чтобы у нее крыша не ехала, она на страну, я не видел таких властьей, которые бы работали на страну, я таких не видел. Может быть, мы увидим первый в истории пример Украины. Может быть, мы увидим впервые в истории пример Украины, когда власть действительно будет работать на страну. Причем, не заигрывать с народом, не заниматься популизмом, не пытаться распилить то, что осталось и раздать страждущим, а прежде всего дать возможность людям работать и зарабатывать и перестать воровать. Понимаете, может быть мы увидим в этой части пример Украины. Другое дело, что наша задача обойтись без революции. Потому что многие зрители, они не верят, что мы можем эволюционным путем поменять ситуацию. Да, это популярная мысль. Я знаю, будет, что чиновники сами в это не верят. Чиновники сами боятся революции. И все-таки это возможно, понимаете. Нам нужно добавлять и добавлять здравый смысл. Как вы себе это видите? Как мы можем избежать революции? Потому что напряжение нарастает. Давайте начнем с малого. Давайте все вместе примем решение, что революции не будет. Это похоже на мистику, это похоже на идиотизм. Сейчас я должен просто обязан, сейчас я просто обязан услышать свой адрес мат отборный. Я понимаю, что вы имеете в виду. То есть, когда мы думаем, а, будет когда-нибудь революция, значит, сейчас можно ничего не делать. Так многие думают. Это первое. И второе, она обязательно произойдет. Вы в курсе, что Вторая мировая война началась, это данное исследование, началась ровно тогда, когда пропаганда убедила большую часть населения, как у нас, так и на Западе, в том, что Вторая мировая война возможна. У них на это ушло 15 лет. И как только они убедили в том, что война возможна, в следующее мгновение война произошла. Давайте начнем с этого. А потом давайте научимся открывать рот. А потом давайте научимся на местах спрашивать чиновника за результат. Чиновник, иди сюда. Почему яма? Чиновник, иди сюда. Почему подъезд не покрашен? Чиновник, иди сюда. Что там в школе у тебя происходит? То есть вы говорите о демократии, активной на местах? Да, давайте с себя начнем. Вы представляете? Давайте не будем ждать доброго царя. Ну вот смотрите, осенью у нас выборы как раз в местные, в региональные парламенты. Вы верите в эту систему? В эту систему нет, конечно. Если только эту систему не контролировать, если только не выходить на улицы, эта система сама себе выберет. Вы о чем? В системе вообще наплевать на вас и на все население. Система давно сама себя выбирает. Или вы думаете, что прошлые выборы, которые у нас были, знаете, как в анекдоте. Владимир Владимирович говорит чиновнику, у меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Ну давайте с хорошей. Вас выбрали президентом, а плохая какая? За вас никто не проголосовал. Что за детский сад? Наша система управления устроена таким образом, что она давно сама себе назначает, выбирает, без какого бы то ни было участия со стороны. Вопрос, кто ей в этом позволил? И как мы можем не позволить системе? Очень просто. Страх в себе вытравить. Начать говорить, начать выходить на улицы. Начать выходить на официально разрешенные митинги, а если уже не разрешают официально, если уже нарушение Конституции, людям начинают запрещать выходить на улицы мирно и без оружия, значит нужно отстаивать свои права, как отстаивали екатеринбуржцы недавно, например. Другого выхода я не вижу, но мирно, внимание и без оружия. Акция мирного неповиновения, как у Ганди, Велан. Ну а что еще делать? Ничего другого не остается, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok